Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите завтрак в городе Чеи. С вами я, Олеся Стародуб. Сегодня приготовим легкий вкусный завтрак. Сегодня мы приготовим салат из пекинской капусты. Я очень люблю пекинскую капусту. Она намного нежнее, чем обычная белокочанная. На основе пекинской капусты можно приготовить огромное количество блюд, будь то это салаты, запеканки, омлеты или, может быть, просто тосты. В общем, сегодня именно вариант с салатом я возьму глубокий салатник. Помимо пекинской капусты мне потребуется небольшое количество авокадо. Я добавлю огурец, помидор, небольшое количество чесночка добавлю. Но и для заправки буду использовать небольшое количество уксуса, растительного масла, приправы и немножко зерен граната. Все буду нарезать такими вот полосочками. Я не срезаю жесткую часть, потому что мне нравится, как она хрустит в салате. Если бы мы, допустим, использовали листья салата в каких-то других целях, например, использовали бы для тостов, то, конечно, я бы срезала вот эти белые жилки. Сегодня я не хочу этого делать. Сегодня мой салат должен быть сочным и хрустящим. Пекинскую капусту можно нарезать соломкой, можно нарезать на квадратики. В такой салат можно добавить даже омлет. Омлет можно точно так же нарезать на тонкие полосочки или на квадратики, в зависимости от того, как вы нарезали капусту. Сегодня я не буду добавлять теплый ингредиент. Сегодня мой салат будет абсолютно сырой и холодный, поэтому я добавляю только овощи. Нарезаю все примерно одинаково. Но и фишкой, наверное, этого салата будут именно зернышки граната и заправка. Кстати, вот в такой салат можно добавить небольшое количество соевого соуса. Это тоже будет очень вкусно. Если у вас нет соевого соуса, можете не расстраиваться. Добавляйте обычную и привычную нам соль. Помидор я также нарезаю тоненькими полосочками. Примерно так. Можно нарезать кубиком, хотя мне кажется, там, где есть капуста, логичнее именно соломка. И авокадо. Авокадо сегодня тоже я буду нарезать для салата. Вообще, мне очень нравится авокадо в салате. Я его постараюсь нарезать тоже некрупно. Так вот, тоненькой соломочкой, насколько получается. И в таком виде буду отправлять к остальным ингредиентам. Для заправки умею с ней использовать, наверное, все-таки оливковое масло. Можно использовать подсолнечное масло. Добавляю. Один зубчик чесночка. Мне кажется, что в любом салате чеснок добавит своего аромата и вкуса. И салат станет намного вкуснее. Ну что, выглядит уже довольно аппетитно, красочно. Добавляю подсолнечное масло, немножко. Добавляю соль. Добавляю немножко черного перца. Капельку яблочного уксуса. И хорошенько перемешиваю. Такой салат можно приготовить утром, взять с собой на работу. С кусочком мяса. Кстати, сегодня я подам именно так. Я возьму большую тарелку. Выложу хорошую порцию салата. Можно добавить сюда и болгарский перец. Затем я нарежу мясо. Просто отварное мясо. И подам все это на тарелочки с хлебушком. Пару кусочков хлеба. И последний штрих. Зерна граната, которые превосходно сочетаются и с салатом кисленьким, и с мясом. Ну что, наш полноценный завтрак, а может быть и даже обед, а может быть и ужин, уже готов. Прекрасный, вкусный, ароматный салат, который напоминает о весне и о лете. Мясо, хлеб, без которого тоже не может быть полноценной еды, полноценной трапезы. Не хватает только чашечки чая или кофе после этого замечательного салата с мясом. Осталось просто пожелать приятного аппетита своим близким, налить кофе. И пожелать, конечно же, по традиции хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин